Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. НАСА расследует случай отказа двигателя ракеты-носителя Falcon 9 в прошлом месяце, который привел к падению первой ступени в море после запуска спутника. Это важный вопрос ввиду подготовки американским агентством следующего полета экипажа на Международную космическую станцию в апреле. Патрик Ти Фалон, AFP, Jetty Images, один из девяти двигателей Merlin ракеты Falcon 9 отключился 15 февраля во время подъема из-за образовавшейся дыры в крышке в верхней части двигателя, о чем заявил в понедельник на пресс-конференции НАСА директор Спасека с попилотируемым космическим полетом Benjerid. Отверстие пропускало раскаленный газ в двигатель, который в результате отключился в соответствии с алгоритмом безопасности. Но это привело к тому, что ракета имела недостаточную тягу во время посадки, чтобы совершить успешную посадку на беспилотную боржу в Атлантическом океане. Неисправность двигателя не помешала ракете вывести на орбиту спутники Спасека Старлинк. Господин Рид сказал, что защитная крышка двигателя была одним из самых старых компонентов на одной из многократно использованных ступеней Falcon 9, которые рассчитаны на полет до 10 раз без капитального ремонта. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует понять эту аномалию до апрельского полета ракеты с космонавтами на борту, об этом сказал журналистом Стив Стич, Стив Стик, отвечающий в агентстве за программу коммерческой доставки экипажей к МКС. «Мы будем следить за расследованием Спасекас и сами проанализируем проблему», — сказал он. NSA также подтвердила, что испытательный полет Boeing Starliner, назначенный ранее на 2 апреля, будет отложен. Новая дата пока не назначена, задержка частично вызвана нарушением в работах из-за экстремальных холодов в Техасе в прошлом месяце, приведших к прекращению подачи электроэнергии в районе Хьюстона. Первый испытательный полет Boeing с космонавтами на борту предварительно назначен на сентябрь. Установка капсулы Starliner на служебный модуль Boeing John Prophires. Также NSA предоставила обновленную информацию по нескольким другим вопросам на прошедшем заседании. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.